На этом шаге мы научимся классифицировать изображения. Мы сделаем это с помощью уже известной нам полносвязанной нейронной сети. И кроме того, мы научимся ускорять вычисления нейронной сети, перекладывая их на GPU. Начнем с того, что сделаем инициализацию Random SIDA, то что мы делали и в прошлый раз, чтобы наши эксперименты были воспроизводимы. Хочется подчеркнуть, что обучение нейронной сети не будет воспроизводимо внутри одного ноутбука. Если вы перезапустите этот ноутбук и проделаете все ячейки сверху вниз, вот тогда результаты уже воспроизведутся. В принципе, вы можете объединить все инициализации SIDA, в которые здесь написаны, функцию и вызывать функцию целиком. Кроме того, нам понадобится датасет. Самый простой датасет для классификации изображений это датасет MNIST. Он содержит в себе рукописные цифры от 0 до 9 и его можно скачать с помощью библиотеки TorchVision Datasets. Мы скачаем и TRAIN и TEST и получим, соответственно, MNIST TRAIN, MNIST TEST. Посмотрим, что там за данные и что там за лейблы. Сначала посмотрим, какие там типы. Мы видим, что X-DATA, то есть сами картинки имеют тип DTYPE UNSIGNED INT 8, а вот лейблы имеют тип INT 64. Нам хочется, чтобы данные были в дробных числах. Соответственно, мы сразу преобразуем X-TRAIN и X-TEST во FLOT, в дробные числа. Посмотрим на размерность тех датасетов, которые мы скачали. Видим, что X-TRAIN и X-TEST имеют размерности 60 тысяч изображений и 10 тысяч, соответственно. И сами изображения, они размера 28 на 28. Это очень маленькие картинки. Поэтому мы, собственно, и можем применять полносвязанную нейронную сеть для такой задачи. А лейблы Y-TRAIN и Y-TEST, они имеют соответствующий размер и у них нет дополнительной размерности. Это одномерный тензор и, собственно, поэтому мы обозначили X-TRAIN с большой буквы, а Y-TRAIN с маленькой. Предполагая, что X-TRAIN это у нас многомерный тензор, а Y это одномерный, поэтому с маленькой. Кроме того, интересно, как же эти картинки выглядят. Если мы нарисуем простой график, можно проимпортировать Matplotlib в библиотеку для рисования графиков. Там есть чудесная функция ImShow и она может нарисовать картинку. Мы видим, что вот у нас есть какая-то вроде бы цифра 5 и ей соответствует лейбл тоже 5. Вроде бы все совпадает.